МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У Звездочета, центр главной пешеходной улицы города и самое популярное место свидания могилевчан. Здесь мы назначали вам встречу весь 2018 год. А уж со сколькими интересными людьми познакомились. Сегодня предлагаю вспомнить самые яркие моменты из жизни города. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конец года, самое время подводить итоги. Что получилось и над чем еще стоит поработать? Мы узнали, чем же запомнился могилевчанам уходящий 2018-й. Мне уходящий год запомнился нашей встречи. А вам? Не хотела бы я повторяться, но тоже нашей встречи. У нас родилась маленькая дочка. До 21 января ей будет год. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Может, какое-то событие произошло, которое вот запомнилось? Машину купил. Какое у тебя событие в этом году произошло самое яркое? Моё день рождения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пятый форум регионов России и Беларуси, да, это было событие. Наверное, самый яркий момент – это поездка в Киев на концерт группы Imagine Dragons. Сбылась наша совместная мечта с подружкой. И как оно было? Незабываемо. Чем вам запомнился уходящий год? Счастьем, наверное, здоровьем еще. Веселыми историями. Уволился с армии. Закончил службу. А у вас, девушка? Я тоже дула с армией. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Родился сын. Все? Самое яркое, да? Ну, да, это большое счастье и радость для нас. Слишком много новых друзей. Это хорошо или плохо? Это замечательно. Какое, может быть, яркое событие было в вашей жизни? Закончила школу. День города, скорее всего. Было, ну, классно сделано все. То есть, всякие аттракционы прикольные были здесь. Людей куча была постоянно. Ну, очень классно было сделано. Да, 2018 год навсегда войдет в историю Могилева. В октябре наш город стал площадкой проведения пятого форума регионов Белоруссии и России. И к этому экзамену город готовился. Реконструированные улицы и проспекты, новые тротуары, велосипедные дорожки, новые арт-объекты. В них труд и душа горожан, трудовых коллективов, общественности. Теперь гостей Могилева встречает арка. А провести время с семьей и друзьями можно в парке в Подниколье. Спустившись по самой высокой в Беларуси лестнице с каскадными фонтанами. Три яруса, 250 ступеней, места для отдыха. Она уже стала самым популярным местом для селфи. Преобразился и главный объект форума Дворец культуры области. Оказанное высокое доверие Могилев оправдал. Надо сказать, что замечаний практически ни на одной площадке не было. Потому что действительно с такой ответственностью мы подошли к подотоку форума. А само пленарное заседание проводили на базе нашего Дворца культуры области. Большой объем был выполнен работ как заказчикам, так и инженерной компанией. И, конечно же, нашими трудовыми коллективами строительных организаций. Хочу сказать, что все объемы работы были выполнены своевременно. И самое главное, что качественно. И вот все мероприятия, которые проводились в городе, они прошли, скажем так, слаженно. Центральная площадка, в том числе, это город Мастеров, улица Ленинская. Надо было просто посмотреть на мнение жителей города Могилева, слышать их пожелания и, самое главное, оценку, которую они давали во время проведения вот этого серьезного мероприятия. Конечно, слова благодарности, прежде всего, мне хочется сказать всем жителям города Могилева, всем, кто принимал участие в подготовке форума регионов. Я думаю, что это было вот наше общее желание сделать так, чтобы город Могилев стал краше. И действительно, вот те объекты, которые были подготовлены и были задействованы в рамках пятого форума регионов, они являются знаками для города Могилева, они являются какой-то изюминкой дополнительно нашего любимого Могилева. И думаю, что жители Могилева и гости, которые побывали, они сами оценили, как город Могилев готовился к данному мероприятию. Я лично еще раз хочу сказать всем огромное спасибо и думаю, что вот такими темпами мы будем работу продолжать по благоустройству нашего города Могилева и сделаем его, чтобы он действительно был удобным для проживания и интересным для наших гостей, которые будут проезжать у нас Могилева. Пока Могилев готовился к форуму регионов Белоруссии и России, он стал не только краше и чище, но и зеленее. Ровно на 751 дерево, по одному за каждый свой день рождения. Новая роща появилась в парке в Подниколе во время городского субботника. Посадить деревце предлагали всем желающим и горожане с удовольствием откликнулись. Поучаствуем, посадим, будем ухаживать за этим деревом, а может быть не за одним. Потратить свой выходной на доброе дело решили не только горожане, но и местные чиновники. Большая радость и огромная честь иметь возможность потрудиться тоже на славу нашего города. Могилевчане новым парком тоже довольны. Ну красота, нам очень нравится. Малыши оценили? Малыши вообще довольны. Очень классный парк. На самом деле первый раз мы здесь были, наверное, года полтора назад, когда еще ничего не было. И вот приходишь и удивляешься, как все изменилось и поменялось. Я думаю, гости оценят красоту и наш город. 20 лет мы здесь не жили, приехали опять. И сейчас прямо я так рада, что здесь что-то возродилось. Здесь вообще замечательная спортивная площадка. И самое главное, что здесь сами установки для детей, они рассчитаны на разный возраст. Полюбилась могилевчанам и новая многоуровневая лестница с каскадным фонтаном. Она самая высокая в Беларуси. Могилев становится все, с каждым годом все лучше и лучше развивается. Это благоприятно влияет и на жителей, и на культуру Могилева. Я думаю, что он достойный встретить своих гостей. Пока гости и жители города делают селфи и оценивают прелести нового могилевского оазиса, юные могилевчане просто резвятся. А значит, задумка удалась. Ты первый раз здесь? Да. Ну и как, тебе нравится? Очень. А что самое красивое, что больше всего понравилось? Мне больше всего понравился фонтан. Фонтан. А зачем пришли сюда? Посмотреть историю в Беларуси. Как вам наш могилев? Нравится? Любите могилев? Да! А фонтаны оценили уже? Да! Еще одной визитной карточкой областного центра стала арка. Ее торжественно открыли к приезду гостей. Остроили в память тех, кто прославлял наш город в разные времена. Во время открытия монумента в основании заложили капсулу с посланием потомкам. Красота. Сложно было работать? Ну, чуть-чуть, да, но с гранитом всегда сложно работать. Это большой уклад всех жителей. Ну, а мы, строители, сделаем любую работу, которую нам порочат. В послании завещано любить и беречь родной город и умножать традиции прошлых поколений. Капсулу поместили в специально созданную в арке нишу и закрыли плитой. Это заложили для молодого поколения, который вскроет и скажет, какие были трудяги, вояки. Это все сделали и построили свой город Магирев. Сейчас прикоснуться к истории и сделать селфи на фоне арки можно издалека. К объекту напрямую нельзя попасть. Но это пока. При наличии финансирования к ней обустроят подход. К форуму регионов Белоруссии и России готовили и Могилевский музей Белынинского Бирули. В рамках культурного сотрудничества здесь организовали выставку работ из Третьяковской галереи. Художник родился в небольшом селе под Белынычами. Тот дом не сохранился и было решено открыть музей в Могилеве в старинном двухэтажном особняке 17 века. Все это сделано с огромной любовью, с хорошим эстетическим вкусом, художественным вкусом. И я думаю, что это заметят и подчеркнут те люди, которые будут посещать наш музей. Дизайнерский проект тоже великолепен. Вы можете увидеть, что здесь не только разработана цветовая характеристика гамма перехода из одного зала в другое. Здесь очень тонкая нюансировка очень спокойных цветов, которые просто помогают раскрыть и почувствовать вот эту светоносную живопись Витольда Каэтановича. Белынский Берули – известный художник. Он славился своими лирическими, милыми пейзажами не только у нас, но и за рубежом. Написал более 200 картин, многие хранятся в Могилеве. На время ремонта работы переезжали в Национальный музей в Минск. Некоторые полностью отреставрировали. Сам музей – памятник архитектуры эпохи барокко, но точная дата постройки здания неизвестна. Дом принадлежал могилевским купцам-аножкам. Дух того времени сохранили в интерьерах, украсили окна, повесили нарядные люстры, а вот, например, галерейное освещение, подсветка – самые современные. Проследить за кистью автора можно в любую погоду и любое время суток. После капитального ремонта в музее прижились и новые предметы интерьера, например, эти стулья. Этот зал будет использоваться как музыкальная гостиная, где можно будет проводить творческие вечера и поэтические, и музыкальные. Можно проводить замечательные лекционные программы. Благодаря современности появится очень хорошее мультимедийное оборудование, с помощью которого мы сможем, например, путешествовать в тот же Удомельский край, посетить дачу «Чайка» виртуально. Деньги на ремонт музея выделили из республиканского бюджета. Работы длились пять лет. Можно все, что мы видим здесь, найти в интернете, согласитесь, и посмотреть тоже произведение. Но есть очень большая разница, когда мы смотрим это на экране и когда мы общаемся с произведением вживую. То есть совсем другая энергетика. Во-вторых, мы можем до мельчайших подробностей увидеть, как шла эта кисть, рука художника, манеру письма, наложение этих красок. То есть это все звуки, запахи, краски, оно все оживает в музее. Первый этаж музея Белынского беруля решили отдать под сменные выставки. Белорусские и российские художники конца 19-го, начала 20-го веков в деталях передают школьников тех времен. Банты, передники и простые цветы. Возможно, некоторые могилевщане всплакнут, вспомнив, как это было. Встретимся в музее. Этот год в Могилеве был полон важных событий. Наш город удостоен звания молодежной столицы, а это значит, что молодым и креативным жителям дали все карты в руки, чтобы делать город лучше. Мы решили вспомнить, как могилевские улицы преображались под кистью художников и полончиками красок граффитистов. Эти граффити украшают центральные улицы и окраины Могилева. Самому известному арт-дворику на Темирязевской уже пять лет. Но красок в городе мало не бывает. Поэтому восемь художников решили оживить еще один могилевский двор по улице Держинского. Его выбрали голосованием в соцсетях, заручились поддержкой властей и сделали настоящий арт-объект. Потрясающе. Особенно на такой огромной стенке. У меня первый раз. У меня максимум был 3 на 3 метра. Но рисуешь и просто улетаешь. Каждый художник в свое произведение вкладывает глубокий смысл, известный только ему. За основу мы взяли фразу Джобса «Сделай шаг, и дорога появится сама собой». Уже от нее, собственно, делали наш… Ну, отталкивались и решили, что показать самую дорогу жизненный путь. Это вообще я. Вот. И у меня из волос вырастает. Тут будет и вода, и океан, и деревья вырастают, и потом и земля, и люди вокруг танцуют, звездное небо. И здесь. Ну, это как, типа, оракул такой. Здесь будет этот двор нарисован внутри. Вы решили себя увековечить. Так все говорят. Ну, это такое, типа, метафизическое, философское рисунок. Путь человека, наверное, распутье. Ну, такой туманный смысл. Конкретного его нет. Здесь, скорее, большую роль играет эстетическая составляющая рисунка. То есть цветовая гамма. А сюжет это уже, что больше подходит по композиции. Название у этой компании разношерстных творцов – проект 14. Потому что всего за две недели все эскизы превратились в реальность. Вообще же, концепция стрит-арта – это диалог автора с улицей. Кроме граффити, здесь трафареты и инсталляции. Самый главный объект «Большая птица» – это человек, когда мы смотрим глубь его нутро. То есть это его индивидуальность. Это то, чем он отличается от других. Вот все эти миры, которые там уходят внутрь этот тоннель – это глубина человеческой души. Мы всегда за, когда происходит что-то. Какие-то подобные вещи. Да, намного лучше, чем обшарпанные стены или рисунки маленьких детей. Ну, это вот такой шедевр. Котка, уходящая в подвал замечает. Надписи вот эти вот такие мудрые. Спасибо. Спасибо ребятам. Хорошо поработали. То есть идешь и, в принципе, задумываешься, да, почему именно художник вот именно вот так нарисовал. Почему именно вот такую композицию, то есть. Ну, мне нравится. То есть очень. Идешь, вот я прямо сейчас иду, и вот там заглядываю, там заглядываю. Теперь в итоге в арт-дворике Надержинского можно не только сделать красочное и эффектное селфи, но и поломать голову над некоторыми композициями, думая, а что же хотел сказать автор? За 365 дней мы познакомились с невероятно талантливыми и интересными могилевчанами, людьми увлеченными и неординарными. Я, наверное, себя чувствую круче в этой профессии, потому что, ну, все-таки я девочка. И это неординарная профессия, допустим, для меня, да. Все равно очень много внимания и очень много вопросов, восхищения, допустим, очень много людей восхищается. Ну, как можно вот так вот работать? Красотулька. Женщина-таксист – явление для Могилева удивительное и необычное. Хотя по городу девушки колесят уже более пяти лет. И только в отношении к своим машинам-красотулькам девочки-таксисты – девочки. В остальном ничуть не уступают мужчинам. У меня все категории, кроме «Д». Я сдала все категории сама, все сдала с первого раза. Я четыре года отработала на «Форе». Почувствовать себя и дизайнером, и архитектором Могилевских достопримечательностей решил 17-летний блогер Владислав Лукьянчук. Всем здорова, с вами Влад Лукьянчук. И сегодня я вам покажу Могилевский драмтеатр в Майнкрафте. Начал я с входа, потом начал делать вверх, все. Окна, первый этаж, второй этаж. А я в интернете смотрел фотографии, как драмтеатр. Съездил, сфотографировал его с нужного ракурса, как мне нужно. И сделал. Для тех, кто не в теме, объясним. Майнкрафт — популярная компьютерная игра. Цель которой — добывать природные ресурсы, строить из них свои миры. Обычно в этой игре создают небольшие домики, коттеджи. Просто для собственного развлечения. А вот Влад решил построить Могилевские здания. Записать это на видео. И так необычно познакомить своих подписчиков с Могилевым. В копилке у Влада, кроме драмтеатра, Могилевская ратуша, ЖД-вокзал, гостиница «Могилев». Диагностический центр, дом советов. А учащиеся Третьего областного лицея создали интерактивную карту игровых площадок. Помочь нашему городу хоть как-то, чтобы мамы с детьми смогли найти детскую площадку, которая подходит именно им. Обратить на плохие детские площадки ЖЭУ, чтобы как-то их хотя бы приукрасить. В городе более полутысячи детских игровых площадок. И все их обошли лицеисты. Каждую площадку они фотографировали, ставили свою оценку и отмечали на онлайн-карте. На создание путеводителя по городу ушло полтора года. Но ребята уверены, это того стоило. Карта теперь в онлайн-доступе. Следующий шаг – выпуск приложения для смартфонов. И тогда, имея под рукой гаджет, родители с легкостью смогут сориентироваться в любой точке города и выбрать, где погулять с ребенком. Мы открываем на устройстве нашу карту. И здесь мы можем выбрать любую площадку и просмотреть ее панораму, фотографию. Также посмотреть, в каком состоянии она находится. Исполнение детской мечты, обман гравитации, а еще омоложение – далеко не полный список свойств этого чудо-коктейля, первый глоток которого Горюколов сделал больше пяти лет назад. И понял – обратного пути нет. Ну, по большей степени это хобби. Но хобби, которое захватывает тебя слишком сильно, чтобы просто так отпустить. Коктейль страха и восторга, который всасывается в кровь мгновенно, и уже спрыгнуть с этого коктейля достаточно сложно. Вот когда ты уже готов, и твои навыки отточены, ты чувствуешь крыло, понимаешь его, ощущаешь, что ты готов к полету, тогда вперед на гору, пинка и пошел. Я уверен, что на белорусской земле будет очень много талантливых спортсменов, которые будут защищать спортивную честь нашей страны на соревнованиях любого уровня. Каким был старый Могилев? Глядя на старое фото, можно представить себе мощеные улицы, старые здания, многих из которых уже нет, храмы и монастыри, исчезнувшие во времени. Но историки хотят знать точно, где проходили их стены, и желательно, конечно, потрогать их руками. Конечно, очень весело быть археологом. Это очень увлекательно, когда хорошая погода. Допустим, проводить семинарские занятия вне университета, а вот, допустим, как сейчас мы копаем костел 18 века. Ну, это, да, это интересно. Студенческие раскопки прошли в областном центре на берегу Днепра у Подникольского парка. Будущие историки и археологи как раз успели накануне прихода осенних дождей и холодов раскопать монастырь Бернардинцев, основанный в Могилеве в первой половине 18 века. Его центром был костел Святого Антония. Здание костела и весь монастырский комплекс можно увидеть сегодня только на старых изображениях. Уже во времена Российской империи костел превратили в губернский архив, и он был разрушен при обороне Могилева налетом немецкой авиации. А уже в 1950-х годах бывший костел при перепланировке центра города окончательно уничтожили. Сейчас мы ищем фундаменты, сохранившиеся, и посмотреть, как был устроен костел изнутри, потому что материалов не сохранилось. В том раскопе мы уже нашли деревянный пол был выше, но это, скорее всего, был уже советский, когда использовали здание до войны, а внизу мы вышли на уровень пола первоначального, который выложен из кирпича-пальчатки. В этом раскопе студенты действительно докопались до каменного пола, а во втором, скорее всего, наткнулись на стену, которая разделяла монашеские кельи. Работают студенты третьего курса, которые учатся полевой археологии. От теории в университетских аудиториях они перешли к практике. Могилевская школа археологии – одна из самых сильных и авторитетных в Беларуси, и молодые люди стараются держать марку. Мне вообще нравится история археологии, потому что можно узнать, как раньше жили люди, это все очень интересно, чем они занимались, как все происходили, события, как жили. Это увлекательно. Лозунгом вернардинцев был мир и добро, и им наверняка не были чуждоземные радости. Студенты нашли осколок бутылки от Эля, как говорят, явно импортного происхождения. Уже в наше время при возведении нового парка большой пустырь в Подниколье превратился в строительную площадку. Ожидается, что здесь будет популярное место отдыха, а вот что будет с найденными остатками монастыря бернардинцев – неизвестно. Ведь недалеко от этого места тоже студенты-археологи несколько лет назад раскопали Покровскую церковь. Рядом православная епархия уже начала строительство нового храма. А на другом берегу Днепра при реконструкции моста нашли фундамент Троицкой церкви. Предполагалось, что все это законсервируют и музеифицируют по-современному, чтобы было интересно и горожанам, и туристам. Но дальше планов пока дело не пошло. Мы прилагаем очень большие усилия для того, чтобы подчеркнуть наши фрагменты истории, более детально их изучить, убрать белые пятна, которые нам неизвестны. Все мы делаем это с точки зрения науки, истории нашего города, во-первых. А во-вторых, да, нам хочется увековечить. И вот, в частности, без наших исследований увековечивание очень сильно усложняется. И чем больше, чем больше мы копаем, чем больше мы находим, открываем эти белые пятна, тем больше шансов у нас показать значимость этих объектов и в итоге законсервировать. Но для этого упорства одних археологов недостаточно. Во-первых, нужно финансирование, во-вторых, нужна помощь города. Раскопки у Днепра продолжались всего несколько дней. Это привлекло внимание могилевчан, которые интересуются историей родного города. Это был хороший урок археологии для студентов университета, которые любят свою будущую профессию. Любовь к истории у меня еще проснулась в первом классе, когда мне мама купила в книжном магазине «История Древней Египта». В тот момент меня это захлестнуло, и я начал увлекаться. Именно мне интересна тема, откуда пришли славяне, и откуда мы вообще появились на этой данной территории. Сезон раскопок осенней порой заканчивается. Студенты вернутся к практике уже на летних каникулах. Надеемся, что в будущем молодым археологам предстоит разгадать еще много тайн в истории города Могилева. Город окунулся в предновогоднюю суету. Вкусняшки для стола, подарки для родных, игрушки для детей. Но кроме дел насущных, ярких моментов в городе немало. Просто отправьтесь на прогулку. Друзья, а вот вы готовы к Новому году? За Могилев могу ответить точно. Он готов. Посмотрите, у нас в городе как много появилось новых и интересных иллюминаций. Мы для вас даже специально топ подготовили. Ой, вы знаете, я думаю, что людей будет везде много, потому что это интересно прийти, посмотреть, лезь им показать. А что, если там на Советской площади будет Дед Мороз, и можно здесь резиденцию? Это вообще так классно будет. Считаю, что задумка изумительная. Есть что показать, есть что рассказать в нашем городе обо всем. Гостей привезти и самим пройтись прогуляться. Хорошо. Елки, сосны, холод и светящийся медведь. Вы не подумайте, ни среди чащи я нашла эту иллюминацию. А такая красота радует всех, кто проезжает от Спутника до Казимировки. Я думаю, здесь можно еще найти много чего интересного. Давайте посмотрим. С садика идем, да, решили прогуляться. У мамы сегодня выходной, мама решила погулять. И вы вместе прогуливаетесь вдоль леса, да, как я понимаю? Да, гуляем вдоль леса, решили посмотреть медведя. Кого мы еще с тобой встретили? Ай, кося. Лося встретили. Интересно, да, можно прогуляться, сфотографироваться. Интересно. Ну и главное, чтобы детям было интересно. Правда? А тебе интересно? И уносят ее в летящую снежную даль три белых коня. Нет, не стоит уносить нашу арку, нам нужно ей еще полюбоваться. А кстати, вы заметили, какая иллюминация встречает гостей города и жителей Могилева? Когда будете прогуляться по вечернему Могилеву, обязательно загляните во дворик Ленинского ЖРЭУ. Только сразу не пугайтесь, кабаны эти не настоящие, хотя выглядят действительно реалистично. Но я думаю, обязательно нужно заселфиться, как-никак, символ года. Ездишь по городу на машине, замечаешь, что даже в укромных уголочках, например, возле Лифтмаша, очень красиво, мы до туда еще не добрались. Сегодня мы добрались сюда, а сейчас поедем на главную нашу елку, фотографируемся. В принципе, даже если погулять по городу, очень много красивых огоньков можно найти, и это очень хорошо отображается на фотографии. И правда, город засыпан яркими огнями. Только посмотрите, новогоднее настроение добралось до всех уголков Могилева. От Фатина до Восьмого, от Юбилейного до аэропорта. Субтитры делал DimaTorzok Уходящий год был богат на события и встречи, и в следующем, мы уверены, их будет еще больше. Оставайтесь с нами и встретимся у звездочета на Беларусь 4 Могилев уже в 2019 году. Субтитры делал DimaTorzok